Зухрая Ирошенко с родителями несколько лет назад переехала в Щелково из Башкирии. Приобрела в микрорайоне Хотова долю земельного участка, около шести соток, и четверть стоявшего на этой земле старого бревенчатого дома. Остальные три четверти принадлежали соседу, Гагику Гукосяну. Однако жизнь на новом месте не задалась. Практически после сделки случился пожар, мы потеряли все свое имущество, и с родителями уже скитались по квартирам, там как получится. Съемные квартиры, понятное дело, выход временный. Поэтому, поднакопив денег, Зухрая начала возводить на принадлежащие, как она думала, ей, части земельного участка строения, пригодные для проживания. Приваться было некогда, где-то надо будет все равно решать этот вопрос, где жить. И поставила коробку, и постепенно уже приобретала стройматериалы. Ну, сначала что-то завозила, потом нанимала рабочих, строилась. И прошлой зимой сделала пристройку с блоков, поставила окна, двери. И весной уже 16-го года родители перебрались на участок. Сосед вроде бы возражений не имел. Себе он построил кирпичную пристройку к сгоревшему дому, беседку, а также капитальный гараж. Однако все это, похоже, никак не используется. Сам сосед практически на участке не появляется, он живет где-то в городе. Вот можно увидеть по участку, он практически неухоженный. Вот эта заброшенная постройка, она, собственно, стоит уже лет 6 точно. Вот в ней мусор внутри и снаружи. Зато неожиданный интерес проявился у соседок, вернувшейся на участок жить, семье Зухра Ярошенко. Пришел сосед уже с претензиями, уже когда родители были на участке, весной, летом он увидел, что здесь родители. И он стал кричать, что вы отсюда уедете, здесь все мое. Но я, конечно, в тот момент больше боялась за маму, потому что я на работе, она здесь одна. И я не понимала, что он хочет. А потом Зухре позвонили из Щелковского городского суда и сообщили, что в отношении нее подано исковое заявление. Сосед требует снести постройку, незаконно возведенную на его земельном участке. Как же так получилось? Вот что рассказывает Зухра. Когда она покупала свои 6 соток, ей не показали никаких землеустроительных документов. Только забор, который якобы отделял ее территорию. Эта граница видна и сейчас. Так как мы пользовались земельным участком согласно фактическим границам, забору с обеих сторон, соседки справа и между нами, то, собственно, у меня никогда не возникало даже вопроса, что, возможно, как оказалось, часть территории принадлежит другому человеку, вот моему соседу. Зухра стала изучать кадастровый план. И да, там видно, что границы делят земельный участок отнюдь не по прямой линии. По документам получается, что свою постройку она возвела практически полностью на земле соседа. Это была первая ошибка Зухры. При покупке она не озаботилась изучением документов на свою собственность. Мне показали свидетельства на часть дома и земельный участок. А кадастровый паспорт, он для сделки не является обязательным. По закону я паспорт не смотрела, потому что, ну, собственно, там такая схема, что там не обозначена ширина, длина, например. То есть я как гуманитарий кадастровый паспорт, ну, наверное, прочитать сразу не смогу. Вторая ошибка. Зухра нигде и ни с кем не согласовала свое строительство. Признает, была не права. Разрешение на строительство, возведение этой постройки я не получала. Видимо, я упустила этот момент, что для того, чтобы и строиться, даже если это твоя земля, твой участок по документам, что обязательно нужно получать разрешение. Потому что кровь из носа у меня стояла задача, как можно быстрее закончить строительство, чтобы родители могли не переживать постоянно, не находиться в стрессе. В итоге дело дошло до суда, выиграть который у девушки шансы невелики. Что и остается. Надеяться решить земельную тяжбу с соседом мирно, по-доброму, по-человечески. Гугосян просит снести нас, но это единственное жилье для меня и для моих родителей. Мне больше некуда идти. Я готова потеять на компромисс в том плане, что если я нарушила закон и заступила на его территорию, не зная этого, то я готова ради родителей, чтобы он их не трогал и оставил в покое, отдать ему часть земли. Подобные земельно-имущественные конфликты происходят сплошь и рядом. Нередко на этой почве врагами становятся не то, что соседи, но даже близкие родственники, родители и дети, братья и сестры. А разобраться, кто прав, кто виноват, под силу не всякому юристу. Так что внимательно изучайте документы при сделках с землей. Будьте бдительны.